Привет-привет, дорогие посетители выставки Paxom Digital 2020. Мы рады вернуться, посмотрели снова рекламный блог и хотим объявить вам о новом нашем интервью. Сейчас у нас в гостях Александр Головченко, руководитель отдела инноваций АО Valter Pet Products. Александр, Саша, приветствую. Приветствую, Сергей. Как дела, как настроение? Так, замечательно. Смотрел весь стрим, также с пяти утра, и, наверное, никто пока не сказал слова благодарности тебе и Николаю за такую фантастическую работу. Наверное, это один из самых долгих стримов вообще по зовой тематике, как вы сказали, вам было сделано. В первую очередь хотел бы сказать большое спасибо, ребят, вы делаете фантастическую работу, это правда. Да, повторяю, да, меня зовут Александр Головченко, случайно фамилец генерального директора и руководитель отдела инноваций. Большая честь коллеги, да, партнеры выступать перед такой широкой аудиторией. Собственно, об инновациях мы и поговорим. Насколько мы знаем, 2020 год в России был объявлен годом инноваций. И в компании Valkypad Products в этом же году начал работу целый отдел инноваций, о котором нам сейчас и расскажет Александр. Почему это произошло? Что такое отдел инноваций? Расскажи нам. Ну, давай немножечко зайду издалека. Сережа, знаешь, движение – это жизнь. И у каждого продукта есть свой жизненный цикл. И у каждой компании есть свой жизненный цикл. Если ты не развиваешь свой продукт, если ты не меняешься вместе с рынком, да не меняешься вместе с поколениями, то ты угасаешь. Вспомните такие компании, как Nokia. Вспомните такой продукт, как ICQ. Айска. Да, да. Или там такую компанию знаменитую, как Enran. Это поставщик электроэнергии. Они были на высоте. Но приняв, не поняв рынок, приняв несколько уникальных проживческих решений, сейчас они теряли свое лидерство, а некоторые из них уже и забыты. И таких примеров на самом деле масса. И на самом деле цифровизованный бизнес сегодня – это норма жизни. Мы привыкли. Потребитель стал другим. Потребитель поменялся, он стал как капризный ребенок. Он всегда ждет, что будет сейчас полный сервис, и он будет для него. Сейчас такое даже пошло понятие. Он ожидает суперский сервис. И супер – это вот как за границей очень любят вот такие слова. Мы в аббриатуре превращаем, да? Это что? Он должен удивлять, да? Surprise. Он должен быть уникальным, да, unique. Он должен быть персонализированным, да? И он должен увлекать потребителя вот непосредственно в ту услугу, в тот сервис, в котором ты с ним работаешь. И все, конечно же, это направлено на то, чтобы твой клиент хотел это всегда повторять. Этот пользовательский опыт. И сейчас успешные компании работают как раз вот в направлении того, чтобы вот как раз вот это вот делать именно свой сервис суперский. И именно сейчас это отличает успешных компаний от неуспешных. Кто об этом сейчас задумывается, кто формирует свои стратегии вокруг опыта клиентского и старается как раз вот на каждом шаге его развивать. Ну и собственно поэтому Валта тоже в тренде и поэтому этот отдел был сформирован в начале этого года. И вот мы уже почти 10 месяцев трудимся и формируем продукт для вас, дорогие наши клиенты. А над чем вы трудитесь сейчас? И какие проекты мы может быть увидим в ближайшее будущее? Если это, конечно, не секретно. Секретов особо нету. Вот то, что прямо совсем-совсем, это у нас вот мы развиваем собственный продукт CRM. Это для нашего внутреннего пользователя. Но для клиента это выглядит с точки зрения того, что идет вот персонализированная рекомендация. Еще даже вот, это даже еще как бы мы даем инструменты, чтобы как раз давать вот эти вот персонализированные рекомендации, о которых вот Елена Владимировна говорила. Что помимо вот канальной стратегии, конечно, каждый клиент для нас, ну и вообще уникальный. Как Ирина Викторовна говорит, да, что каждый магазин – это вот лицо владельца. И как раз формирование персональных рекомендаций, предложений – это очень важно. Очень важно понимать, что происходило с клиентом. Как раз CRM направлено на то, чтобы качество сервиса, оно никогда не падало, оно всегда было стабильным. Чтобы даже в случае, ну это жизнь, даже если в случае смены менеджера, клиент этого даже не почувствовал. Ну и, конечно же, это все вот коммуникации. Чтобы, так сказать, мы переставали бить напалмом, да, и что вот опять мне приходит вот это вот непонятное письмо или там смс. Мне это уже не нужно, как мне это надоело. И вот таких вот сейчас у нас раздражающих, как вот мухи, клетать вокруг тебя информационное поле, оно, конечно, у нас очень сильно загрязнено. И работать над тем, чтобы давать качественную коммуникацию, которая вам интересна в данный момент времени, это очень важно для нас. На чем мы еще трудимся? Над новым сайтом Walter.ru. Он у нас должен выйти, вот буквально мы его тестируем. И вроде бы казалось бы, ну что, тот же сайт, тот же личный кабинет, тот же интернет-магазин. А что? В чем, собственно, фишка, да? В чем фишка, на чем мы работаем? Мы работаем над более удобными поисками, как для людей, которые и разбираются, собственно, и в товарах наших, и в самих потребителях, так и людей, которые только-только сталкиваются с ним. То есть, да, работаем над тем, чтобы можно было сказать, мне нужен сухой корм для взрослой собаки, у которых проблемы с весом. И вот покажи мне из нашего там многотысячного номенклатурного справочника наших товаров, и вам выйдет всего там три товара, которые действительно, вот они нужны, вот вам конкретно сейчас под проблему. И наши сейчас текущие клиенты знают, что сейчас не все вопросы можно решить с помощью сайта. И сейчас не всегда у нас отображается на этаже информация в вашем личном кабинете и в наших информационных системах, мы сейчас работаем над этим, чтобы даже если у вас что-то не получается, вы могли позвонить нам. Мы сделаем целевые действия, и вы это увидите в вашем личном кабинете, и, соответственно, не будет вот такой дезинформации, скажем, да. Потому что вы всегда будете видеть в личном кабинете актуальную информацию. То бишь, это будет там по заказам, по, если мы говорим про бридер-канал, то там, про всякие программы лояльности для ветеринарных врачей. Также, чтобы добавилась эта история начисления баллов. То есть мне нужно уже звонить и спрашивать, а почему у меня столько-то баллов, а не по-другому. И, конечно, это тоже большой прорывок, то, что мы сделали сейчас отображение актуальных для вас действующих акций. Какие-то напоминалки, что, возможно, у вас сейчас заканчиваются какие-то товары, какие-то распродажи и бестселлеры, которые направлены не только на ваш канал продаж, но и на ваш город. Также мы сейчас трудимся над мобильным приложением для клиентов наших. На самом деле там функционал очень похожий. И оно будет доступно чуть позже, чем наш новый сайт. Из интересного, что могу добавить? Ну, конечно, не будем ближе к вам. Что, в принципе, вся информация у вас действительно под рукой. И из таких вот более интересных, так называемых, фич, это то, что мы делаем программы лояльности более удобными в применении. Не нужно, мы сейчас уходим на то, чтобы клиенты как-то отчитывались по программам лояльности. Это вот просто сгенерируем QR-код, сочетаем им. И все. Проздал сервис в момент времени. Вот над этим вот. Собственно, мы трудимся. Из такого, что ты говоришь, что прям вот-вот-вот совсем-совсем скоро, это вот мы сейчас уходим от бумажных чеков. Ну, вот некоторые сервисы, да, вот мы догоняем. Мы уже привыкли, с точки зрения, там, заказали еду, нам не дают чек. Да, мы вот спокойно, на почте, потом, если нам нужно, мы подняли какую-то информацию, и мы вот сейчас вот находимся в стадии тестирования, у нас уже катаются три экипажа. Очень хорошая положительная обратная связь, как и от клиентов, так и от наших сотрудников, что вот удобно, чеки не заканчиваются, не выцветают, а информация всегда актуальна от вас. И всегда ее можно достать, посмотреть, проверить. На прошлом Парк ЗО Валта шокировала всех использованием технологии AR, дополненной реальности. Работаете ли вы до сих пор над этим проектом, развивается ли он? Да, безусловно, безусловно. На прошлом Парк ЗО это был у нас некий такой пилот. Мы действительно пошли, так вот сказать, на некий риск. Потому что мы не принимали, готов ли рынок, готов ли потребитель к таким технологиям. В принципе, мы признали пилот успешным. И на данный момент мы закончили весь функционал, который мы планировали. На данный момент мы получили достаточно очень хорошие компетенции в области 3D-моделирования, в области управления контентом. И сейчас мы как раз копим вот эту базу. Потому что товаров много. Видео, фото, 3D-модели, фото 360, это весь контент, который очень хотелось бы иметь по щелчку пальцев, но, к сожалению, это так не работает. Поэтому сейчас вот мы трудимся над этим. И я думаю, что достаточно очень-очень градосрочной перспективе мы даже можем предлагать такие услуги. Как и веселая геймификация для пользователей хвост-юз. Ну, грубо говоря, поймая свою скидку, когда люди могут приходить с мобильным устройством в ваши торговые точки, ходить вот так вот скодировать товар, получать какую-то дополнительную информацию об этих товарах, либо можно там какой-нибудь эмонический хвост, что вот ты молодец, ты поймал свои 15% скидки на какой-то товар, это вот мы сейчас как раз, мы это уже можем делать, это уже работает, мы сейчас вот копим контент. И можно, конечно, задуматься на том, чтобы какие-то вот такие услуги предлагать и предложение вам, дорогие клиенты, что можно будет эту историю штабировать и вне, вне наших приложений. И, ну, хотел бы только говорить, что и как в приложении хвост-юз, так и в приложении для наших корпоративных клиентов вот этот функционал будет доступен. В том числе, если вы пробовали пользоваться приложением Ikea, в котором вы вдохновлялись, на выставке Парк Зо, в прошлом году мы вот сэкономили немножко денег, тогда мы у нас скитрили, у нас был такой красивый большой QR-код на стене, его можно было сканировать, и там появлялся наш стеллаж немц. То есть сейчас, как в приложении Ikea, можно действительно сканировать пол. И вот мы сейчас как раз поработаем, чтобы было много различных готовых торговых решений, вы могли бы примерить их в своей торговой точке и посмотреть. Сюда он точно не влезет, а то, допустим, в этом уголке он выглядит достаточно симпатично. Почему бы, собственно, и не воспользоваться предложением? В целом пока история вот такая. Ну, что из такого несекретного на ближайшее будущее? А, и перспективного. Хорошо, ну, если говорить вот так вот про среднесрочную перспективу, то мы сейчас работаем над улучшением, так сказать, базового сервиса. Мы хотим быть более прозрачными для наших клиентов. И мы, честно говоря, вот где-то догоняем действительно вот уже сервис, который мы привыкли, то бишь, кое надо следить, точное время доставки. Да, мы вот работаем над тем, чтобы увидеть, а где же, собственно, экспедитор на карте. Потом также вот своевременное информирование клиентов, не только вот то, что звонок, потому что, конечно, наш экспедитор делает замечательную работу. Мы все люди, да, и иногда действительно могут там забыть позвонить, да, либо там позвонить слишком рано, у вас поменялись планы, потом вот это вот. А так автоматом, допустим, придет, вот, если у вас зачем, что все, я там завершаю доставку в торговую точку, я вы у меня в следующем маршруте, да, и там я буду где-то там через минуту 40. То есть вот такое вот, это вроде бы простые вещи, но тоже, к сожалению, по щелчку пальцев они не делаются. Также, конечно, мы думаем о наших клиентах, особенно клиентов, которые небольшие там торговые точки, допустим, там один-два магазина. Мы понимаем, что таких людей много, и цифровизация для них это достаточно непростой вопрос. Да, введение новых информационных систем, введение программ лояльности, создание интернет-магазина, это порой бывает, ну, как минимум это стоит денег, как минимум это стоит денег и времени, и вам нужно искать специалистов и тратить время на там различную документацию, тестирование, неподготовленному, может это, конечно, показаться достаточно таким серьезным вызовом. И как раз мы сейчас работаем, сейчас мы тестируем сервис, который бы позволил там с нашей помощью в течение там одной-двух недель как раз вот сразу и давать вот этот сервис. Давать сервис сразу там, это вот в одном получается, это работа как раз идет сразу и интернет-магазин, и кассы самообслуживания, и что немаловажно для маленьких торговых точек, где, ну, просто не поставить большие там обороты, да, там, нерентабельно ставить там большую там переноску, потому что ее там купят, ну, с этого квадратного метра вы можете заработать больше денег, да, но поставить, допустим, там терминал, ну, я его люблю называть бесконечные полки, да, и когда клиент вашей торговой точке может заказать эту продукцию, ее там доставить через один-два дня в вашу торговую точку, клиенту придет смысл, что все, ваш там заказ приехал, то это, конечно, дополнительный источник заработка, дополнительный источник ретабельности. Ну, и, конечно, там сразу идет и программа лояльности, то есть собирать информацию о своих клиентах и потом делать правильные им коммуникации, чтобы, знаешь, ну, там собака, что собака, там, я не знаю, ток и щенок, да, как раз вот. И мы работаем над тем, чтобы было более удобно работать, как раз инструмент, что там взял, отсегментировал базу, потом сделал акцию на кромотике для щенков, как это специализировано. Как раз вот в этом направлении мы тоже думаем, понимаем, что мы можем помочь нашим клиентам именно вот перейти вот этот порог, да, вот, что нужно цифровизироваться и что вот эту вот сложную цифровизацию как раз вот разрабатываем вот этот сервис. Это очень похвально. Если это были среднесрочные перспективы, то какие планы на такое обозримое будущее, которое перед нами? Ведь будущее, оно только, наверное, в голове кажется далеко, а так пройдет год и... Как мои коллеги говорили, что, собственно, мы будем разрабатывать приложение HostNews. И на самом деле это очень интересная платформа для тестирования каких-то совсем новых сервисов, которых у нас было. То есть вот в плане как раз вот смотреть, как это приложение может быть еще интереснее и вот как раз это будет такой хороший вот для меня полигон, чтобы вот как раз их обкатывать. Ну, и, конечно же, вот, если говорить о будущем, то мы тоже в голове держим, что сервис должен быть именно суперский. И мы понимаем, что, конечно, никто не идеален, у всех бывают проблемы, и, наверное, те компании становятся успешными, которые не боятся себя признать, потому что не идеальный сервис, и как раз стараться в каких-то точках его улучшать. Мы сейчас планируем и проект по контролю все очень простых, чтобы сокращать уровень автоустоков, чтобы товар, который вами желаем, был всегда во складе, всегда с хорошим сроком, всегда в красивой упаковке. Это очень важно. Мы как раз работаем над этим. Сейчас еще трудимся над тем, чтобы постараться расширить время приема заказов день в день с 12 часов до 2 часов. На 2 часа мы хотим, благодаря оптимизации наших процессов, именно расширить это окно. Ну и, конечно же, это текущие проекты, они живые абсолютно, и они всегда нуждаются в доработках. То есть, по Валтору, хотя он еще не вышел, но на самом деле планы на него такие серьезные. В плане того, что мы хотим выводить аналитику для вас, сразу, чтобы зайти в одном окне, понять, на какой ситуации именно работа. С аналитикой по категориям. Ну, абсолютно верно. То есть, как бы тут из банального, и понимать там и уровень кредитного лимита, текущая дебютовская задолженность, какие-то планы продаж, смотреть, какие акции планируются, может быть, какие именно маркетинговые мероприятия планируются, чтобы мы с вами были как раз в одном информационном открытом поле. Конечно же, это также будет трансформироваться и в мобильное приложение. Я бы не сказал, что это двойная, но это все равно не один из работ. Но все же. И, наверное, будем так же больше работать с товарами под закат, потому что постоянно так же вопрос, когда приедет тот товар, который я так желал года назад. Собственно, так же будем становиться прозрачными для вас, дорогие партнеры. Из такого прям интересного, что мне разрешили еще о чем поговорить, это такой интересный проект, он называется «Валтакойн». На самом деле у меня сразу так вот волосы дыбом встали. Криптовая. Да-да-да, я начал уже очень сильно переживать, что это просто надо будет где-то разворачивать блокчейн клиентов, буду скачивать бешеное количество рефлик, и я подумал, что нет. Мы пока к такому не готовы. Кстати, сегодня уже были вопросы от наших партнеров. Есть ли у нас ферма, стоит ли она в офисе? Из-за этого ли мы переезжали в новый офис? Кстати, мы переехали в новый офис, поэтому, уважаемые партнеры из Москвы, приезжайте в гости, мы всегда открыты и рады гостям. Фермы здесь нет? Да, здесь фермы нет. Хотелось бы, но пока у нас ресурсы все направлены на наш сервис. И если говорить про Валта Коин, то это некая, я бы ее назвал некая экосистема, где можно, ну, если говорить очень простым языком, то в рамках внутри можно ими будет обмениваться между всеми нашими клиентами. Ну, если прям совсем на примере говорить, к примеру, там, ветеринарный врач накопил себе баллов, у него есть собака, он хочет сходить к Гурумеру. Гурумер также является нашим клиентом, и, собственно, они могут оказывать. Отмениваться этим, да, отмениваться, так сказать, вот этими монетками. Также, в чем, как бы, так сказать, цинус, что некоторые сервисы, некоторые продукты, у нас есть мысль, что она будет доступна только за Валта Коин. То есть, как бы, должна быть некая мотивация, зачем, собственно, вообще здесь этот шум до гам. Поэтому вот, думаем, что это достаточно интересный проект, и не только нам, пусть именно в развитии, как раз вот, такой нашей большой, дружной, теплой экосистемы. Мне кажется, практически все вышеразвученные проекты позволят сэкономить время, усилия, трудоусилия. Это очень важно, потому что, наверное, это и есть время. Наш самый дорогой ресурс для партнеров, и этим самым позволят планировать наперед, позволят быть точно так же на шаг впереди, быть в тренде, и совместными усилиями мы сможем развивать нашу зооиндустрию еще выше и выше, и поднимать на новые высоты. Это точно. Если говорить прям уж совсем, так сказать, виденье, то его формировать достаточно непросто, потому что сейчас мы живем в совершенно потрясающее время, когда там и нейронные сети сейчас начинают творить просто какие-то чудеса. Когда ты видишь, что что-то, когда казалось, фантастикой, чип в голове, да, люди там 10 лет назад даже подумали, ну, какой-то дуралит, бог тебе написал книжку фантастики, а сейчас все становится, это все становится реальным, и поэтому, конечно, мы смотрим, и это одна из, так сказать, функций, обязанностей нашего отдела, да, вот именно смотреть, а куда, собственно, вообще мы движемся с точки зрения взаимодействия людей и машин, потому что это такой недостаточно серьезный, даже в некотором роде философский, да, вот вопрос о готовлении к таким изменениям. Поэтому, конечно, мы вот, ну, смотрим, думаем, как это можно применить, как это поможет и конечным потребителям, как это поможет нашим клиентам. Поэтому, кто знает, может быть, через годик уже будут совсем другие интересные новости, о которых мы наверняка расскажем на паре зоу 2021. Будь это вживую, будь это используя технологии инновации, мы будем на другой стороне вашего смартфона или компьютера. Или очков. Или очков. Мы это сделаем. Саша, спасибо за интересную беседу. Есть над чем задуматься. Надеемся, что мы подарили пищу для размышлений для наших партнеров, для собственников бизнеса. И многие смогут задуматься, как можно поменять свой бизнес, чтобы он был еще эффективней, развивался и рос вместе с нами. Потому что Палта, как всегда, с удовольствием поможет и примет участие в интересных всех, наверное, инициативах наших партнеров. Спасибо вам большое за то, что нас слушаете, смотрите. Спасибо большое, что позвали поделиться, так сказать, новостями. Да, Саша, спасибо. Это был парк Зоу Диджитал. Александр Голоченко, руководитель отдела инноваций Валтерпед Продекс. Но на этом наш эфир не заканчивается. Осталось совсем чуть-чуть до завершения первого дня. Сейчас мы познакомим вас с корпоративным университетом и Академией зообизнеса Валты. Расскажем, как мы можем помочь вашим продавцам стать профессиональными партнерами бизнеса. И пока Наталья Шестакова, директор Академии зообизнеса Валты, готовится к следующему интервью, мы берем маленькую техническую паузу. Спасибо, что вы с нами, друзья. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok